Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия, программа «По существу». Сегодня у нас в студии заместитель начальника налоговой инспекции по городу Чебоксары Алексей Краснов. Добрый вечер, Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, 15 июля завершается срок уплаты НДФЛ. На кого распространяется это требование и сколько человек в Чебоксарах должны подчиниться требованию закона и своевременно уплатить этот налог? Я думаю, сначала начнем по поводу срока представления декларации. У нас срок представления 30 апреля 2015 года был. Соответственно, это срок истек. Поэтому налогоплательщик, кто не представил, просьба, чтобы они нам представили. Эти декларации, независимо от того, что истек срок представления данной декларации. Но касается того, что кто по представлению данной декларации граждане необходима в налоговой инспекции, это те лица, которые реализовали свои имущества менее трех лет, которые, собственно, находились, это, получается, квартиры, земельные участки, транспортные средства и так далее. Либо касается тех лиц, которые в лотерею, то же самое, в выигрыше лотереи. Также граждане, обязанные по предоставлению найм жилья, соответственно, аренду своей собственности, которые платежи они получали, они должны, соответственно, по налогокодексу 3НДФЛ представить декларацию. Я полагаю, что не только жилья, то есть любое имущество сдаваемое в аренду. Да, не только жилья, недвижимое имущество, которое физлица сдают в аренду, они должны сдать 3НДФЛ, соответственно, налогокодексу. Но до 15 июля кто не уплачет налоги, у нас, конечно, неуведомительный характер, фактически, 3НДФЛ, потому что в налогокодексе четко и ясно прописано, то, что обязанность по представлению 3НДФЛ от полученного дохода. Соответственно, у них появятся части неуплаченных налогов в начислении пеней в одной 300-й ставке рефинансирования Центрального банка. Также, если налогоплательщик не уплатит данную сумму, соответственно, налогокодексу, это 122-я статья, может применяться штрафные санкции в размере 20% от неуплаченной суммы. Вот такая картина. А вот как можно заплатить налог? Нужно приходить в банк, нужно приходить к вам или есть еще какие-то способы? Ну, с этой стороны у нас Федеральная налоговая служба очень относится на налогоплательщикам и щепетильно. Часть того, чтобы помочь налогоплательщикам, и у нас на сайте Федеральной налогоплательщикам созданы электронные сервисы. И налогоплательщикам могут воспользоваться электронным сервисом, как это личный кабинет налогоплательщика физлицы, узнай свою задолженность, уплати налог на физлиц. Соответственно, зайдя в этот сайт, налогоплательщики могут заполнить платежный документ. Для того, чтобы заполнить платежный документ, необходимо реквизиты указать в свои данные, адрес объекта, а остальное, соответственно, формируется автоматически, и можно его распечатать и заплатить, соответственно, через онлайн. Например, ну, сберкарту имеют все, я думаю, наличие. Вот они могут через свои карточки уплатить эти налоги. Не сложнее, чем любая другая операция с банковской картой? Ну, я думаю, кто дружит техникой, я думаю, это несложно. Алексей Юрьевич, сколько в прошлом году было уплачено в общей сложности НДФЛ по Чиваксарам, и сколько вы ожидаете в этом году? Ну, на сегодняшний момент у нас по уплате НДФЛ где-то поступление около 100 миллионов, по 3 НДФЛ имеется в виду. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас картина немножко сложновата в части поступления, потому что в прошлом году у нас поступление было за 2013 год где-то около 146 миллионов. Поэтому, ну, в этой части мы работаем. Поэтому, я думаю, налогоплательщики добросовестные, которые... И еще хочу сказать то, что это зависит много от определенных факторов и критериев. В честь того, что некоторые налогоплательщики уплачивают, например, большие суммы от реализации своего мучения от НДФЛ, а в этом году уже, соответственно, поменьше суммы от реализации бывают. Такие тоже факторы влияют. Ну, мы стараемся, чтобы догнать в прошлый год. Алексей Юрьевич, вот мы говорим с вами об НДФЛ, но есть еще имущественный налог, который тоже точно так же должны платить граждане. В этом году какой срок его уплаты? Ну, у нас, я просто для сведения налогоплательщиков хочу сказать то, что у нас относительно налоговое имущество – это земельный налог, транспортный налог и налог на имущество. За 2014 год у нас срок сейчас установлен не позднее 1 октября, ну, текущего года это получается, 2015 года, по уплате именно имущественного налога. В каком виде вы общаетесь с налогоплательщиками? То есть вы присылаете им уведомления, квитанции? Ну, у нас по налогокодексу формируются уведомления, вот, и направляется через Почту России данные уведомления об уплате налогов. Соответственно, там прикладывается квитанция, и уведомление указывается, какая сумма, и то же самое в квитанции. Граждане должны по почте получить эти уведомления в конверте, которые у нас в Центре обработки данных, называется ЦОД, отправляют, и, соответственно, воплатить эти налоги. Если не получили? Если налогоплательщик не получил, он может явиться или прийти в налоговую инспекцию, и, соответственно, или по телефону позвонить, как состоит у него по формированию направления уведомления. А вот через личный кабинет вы упоминали, такое возможно? Личный кабинет, да, есть возможность по поводу своей задолженности, по поводу своих объектов уточнить в личном кабинете. Также хочу сказать, что у нас с 1 июля 2015 года вступил в законную силу федеральный закон 347, касающийся личного кабинета налогоплательщиков. И, соответственно, можно через личный кабинет отправлять 3НДФЛ-декларацию. И точно так же проверять все, что касается имущественного налога. Да, совершенно верно. В личном кабинете возможность есть проверить в личном кабинете именно по задолженности, еще раз повторяюсь, по имущественному объекту, какой имеется, соответственно. И еще можно, я считаю, что посмотреть в личном кабинете по поводу хода проверки декларации по 3НДФЛ, в каком состоянии находится. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был заместитель начальника налоговой инспекции по городу Чебоксары Алексей Краснов. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»